Памятник Жукову Памятник тоже распилили и тоже увезли. Видимо, тоже на реставрацию. Никто внятных ответов не дает, ответственных нет, а как можно отреставрировать то, что сначала распиливается, непонятно. А между тем, место охраняется Федеральной службой охраны, поэтому если кто-то выходит с одиночным пикетом, его задержат. А если приедет кран и распилит памятник, это нормально. В общем, вопросов больше, чем ответов, как должна производиться реконструкция памятников и кто отвечает за происходящее, накануне ТВ помог понять депутат Московской городской думы Павел Тарасов. Любой памятник должен находиться на охране. Без соответствующих документов он, в принципе, выводиться не должен. То есть даже когда быстро вывозится на реставрацию, это должно ближайшим образом оформляться. А история просто на вольной замене одного памятника на другой – это такие хулиганские действия. Я думаю, что если посмотрите, когда любой памятник реставрируется, вместо него там ничего на это время не ставится. То есть там можно гаражовать территорию для производства работ, может там закрываться щитами. Но вот на моей памяти такого, чтобы на время реставрации взяли, а давайте поставим другое что-то похожее, я на своей памяти ни одной такой истории не помню. Опять же, реставрация с распиливанием памятника – это очень сомнительная реставрация. То есть нужно понимать, что это вряд ли вещь про реставрацию. Скорее всего, правильно говорили, когда просто поймали на горячку. Не готов утверждать это однозначно, но реставрацию распиливание памятника на куски совершенно не облегчает. Это удивительно, правда? Жирный минус надо поставить тем, кто охраняет эту территорию, считает Павел Тарасов. И лучше бы ответственный орган как-то прокомментировал, чем просто молчал. Но департамент культурного наследия как скала. Удивительно, правда. Не должно признаться, что у них все плохо. То, что они молчат, это, в общем, тоже ответ. Отсутствие ответа – тоже ответ. То есть если бы они, ну, если бы они сказали, что мы к этому не имеем отношения, ну, был бы один разговор. Если бы они сказали, что да, вот мы это согласовали, но вот что-то пошло не так, вот тоже был бы разговор. Когда там человек с маленьким плакатом через пять минут оказывается в воде. При этом можно приехать с строительной техникой и совершенно без проблем заниматься вот такими вот историями. Это, конечно, в целом, ко всей системе охраны государственных особо важных объектов возникают вопросы. То есть они вот больше боятся людей с листочками бумаги, нежели того, что сейчас приехал кран привозить. Один памятник возит другой. Ну, надо для начала, конечно, разобраться, что происходило, кто это согласовал, каким образом это все туда попало. И почему за этим всем никакого контроля нету. Да, уже потом от прокуратуры требуют. Я думаю, сейчас будем тоже выяснять, что происходило. Дальше уже принимать какие-то решения. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и узнавайте новое каждый день. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ.